Польша готова прикрыть Украину своей ПВО. Сальван заявил, что у него нет данных о поставках России военной техники из Китая. Нью-Йорк Таймс утверждает, Госдеп предлагает разрешить Киев убить американскими дальнобойными ракетами вглубь России. Комитет Конгресса США по иностранным делам показал Блинкену карту возможных ударов. Блинкен успокоил, Россию не внесут в список стран-спонсоров терроризма. Беспилотник сбит в Татарстане. Один человек погиб при обстреле Горловки. В Белгородской области дрон атаковал школу. В Харькове удары по транспортной инфраструктуре и объекту ЖКХ. Местные власти сообщают о семерых погибших. Украинские нацгвардии разрешили применять электрошокеры и наручники к водителям, которые не остановились для досмотра. Спикер Верховной Рады назвал политическими гнидами тех, кто сомневается в легитимности Зеленского. Украинские суды начали освобождать по УДО заключенных, готовых воевать за ВСУ. Замглавы российского генштаба, начальник главного управления связи Шамарин арестован по делу о взятке. Это уже четвертый высокопоставленный чиновник Минобороны, задержанный с конца апреля. Песков никакой компанищины нет. Евросоюз подготовил 14-й пакет санкций против России и готовится ужесточить их против Белоруссии для пресечения лазеек. Норвегия почти полностью запретила въезд для граждан России. Захарова обещает ответ. Премьер Грузии Кабахидзе. Страну принуждают открыть второй фронт против Москвы, а ему самому угрожают покушением. Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российского в США. Продолжается снижение акций «Газпрома» после рекомендации правительства не платить дивиденды, минус еще 4%. Совет директоров «Нурникеля» тоже решил не платить. Минтранса проверк планы по отмене международных рейсов авиакомпании «Победа». Власти Курганской области оценили ущерб от паводков в 150 миллиардов рублей. Макаронная «Макфа» окончательно перешла в собственность государства. Россельхозбанк получил в первом квартале рекордную в своей истории чистую прибыль – 13,5 миллиардов рублей. Силуанов пообещал – повышение налогов не коснется большинства граждан, а в особенности не коснется семей с детьми. Почти четверть однушек и студий на рынке жилья по площади ниже госнорматива в 28 квадратных метров. Активно продаются микроквартиры вплоть до кладовок. «Форбс» опубликовал новый рейтинг наследников российских олигархов – у 125 миллиардеров 360 детей. На первом месте «Оликперов» и «Лукойл» каждому из отпрысков причитается по 28 миллиардов долларов. «Дети Михельсона» – «Новотек» – получит по 13, «Дети Мельниченко» – 10, «Лисина» – почти 9, «Тимченко» – почти 8 миллиардов долларов. Тайвань выдвинул войска для защиты острова после начала двухдневных китайских учений вокруг. Пекин называет учения наказанием за акты сепаратизма. Эксперты отмечают масштаб маневров меньше, чем после прилета Пелоси. Между тем в США начинается процесс над китайским олигархом Го Вэньгуем. Это один из богатейших людей в Китае и крупнейший застройщик. Обвинение хочет услышать признание в мошенничестве, работе на китайскую разведку и связях с окружением Трампа. Южная Корея вложит 19 миллиардов долларов в развитие полупроводниковой отрасли. Компания NVIDIA отчиталась о росте выручки на 262% с января. В рейтинге глобальной цитируемости ученых осталось лишь 8 представителей России. Четыре года назад было 14. Китайских ученых в рейтинге 1350, американских – 2542. В Британии распущен парламент. Досрочные выборы пройдут на фоне падающей популярности консерваторов. Лозунг лейбористов – перемен. Трамп заявил, что сможет уговорить Путина отпустить журналиста Wall Street Journal Гершковича. Два из трех американцев опасаются вспышки насилия после президентских выборов, гласит опрос Рейтер. Евросоюз дал Венгрии два месяца на то, чтобы разобраться со своим законом об иноагентах. Он предусматривает до трех лет тюрьмы за иностранное вмешательство, иначе – суд. В Париже прошла акция протеста железнодорожников. Они требовали дополнительных выплат во время Олимпиады. На ближайших выборах в Мосгордуму КПРФ не выдвинет в депутаты Елену Янчук. Вместо нее по Измайловскому округу пойдет банкир Арбузов. На праймарис ядра в местные парламенты заявились больше сотни ветеранов СВО. В Подмосковье при пожаре в хостеле погибли восемь сотрудников Озона. Компания обещает принять меры. На склад Вайлдберрис в электростале пришли полиция и нацгвардия. Горсовет Ярославля запретил спать на скамейках. Кубанский казачий хор покупает почти за 8 миллионов рублей китайский люксовый седан. 18-летний сын Кадырова стал министром физкультуры и спорта Чечни. Ультраправый Маваши опровергает связи северного человека с воронежским олигархом. Кургинян вступился за Ильина и поддержал правый поворот. Может быть правый поворот и разумен. И я лить слезы по нему не буду. Этот правый поворот должен быть поворотом консолидации. В него должна вписаться страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова